Бомбежище Я горестно помню пустые дворы, как будто бы в них выбивают ковры. Но это не бьют по ковру, а бомбят, и мамы поспешно уводят ребят. Хоть разве отсюда детей уведешь, и в сердце родится знакомая дрожь, и замер под небом испуганный двор, и страх перед небом во мне до сих пор. Хранит каждый киевлянин в своем сердце и в другую незаживающую рану, бабий я. Я прочитаю еще одно стихотворение Лоры Завелянской. Стояла пыльная жара над Котмелью Днепровской, евреи толпами с утра все шли и шли по Львовской, везли в колясках стариков, несли грудных детишек, и каждый из материков их шаг предсмертный слышал. Из маленького домика на Андреевском спуске ушел в Бабий Яр, чтобы никогда не вернуться мой дедушка Исаак Гившиц. Несчастливый горе и слезы, принесенные войной. Говоря о страшных разрушениях в Киеве, я не могу не прочитать стихотворение замечательной украинской поэтессы, киевлянки и живого классика Лины Костенко «Киевская Венеция». Так называли киевляне великолепный гидропарк на Трухановом острове. Киевская Венеция. Я перевела это стихотворение с украинского языка на русский. И было детство в Киевской Венеции, сирень цвела, кудрявились акации. Весною наводнения по инерции на нет сводили все коммуникации. Как весело нам было теми веснами на чердаках спасаться и в террасах. Нам все махало крыльями и веснами, жевали козы сена на баркасах. Когда водой залитыми кварталами на лодках возвращались мои школы, звенели солнцем, смехами, гитарами, балкончиков летящих гондолы. И слушал месяц золотистым ухом легенды о когда-то живших ханах, о рыбаке, чье имя было Трухан, а потом и остров стал Труханов. Потом в войну здесь бушевало пекло, остались крыш обугленных трапецией, и долго волны уносили пепел моей прекрасной киевской Венеции. В ноябре 1944 года началась битва за освобождение Киева. Во время переправы через Днепр, под непрекращающимся ни на минуту артиллерийским обстрелом с высокого правого берега, бойцы Украинского фронта все-таки вошли в город. Киев освобождали и со стороны Брест-Литовского шоссе. Жители города помогали бойцам-освободителям, как могли. Выводили на нужные дороги, подносили еду и питье. И Киев был освобожден. Вскоре мы с мамой и братом получили вызов от отца и вернулись в Киев. Каждую ночь нас будили звуки воздушной тревоги, и мы опять бежали в бомбоубежище. Наш дом, как ни странно, уцелел, очевидно потому, что в нем была гостиница немецких железнодорожников, которые бежали из Киева посредними. Им просто было не до того, чтобы взрывать этот дом. Сразу после освобождения в Киеве начались восстановительные работы. Все, кто мог, приходили накрещать их, чтобы разбирать завалы. Мы, младшие школьники, вместе с учителями тоже шли туда после уроков и помогали взрослым, чем только могли. И город постепенно начал поживать. Возле нашего дома на бульваре Шевченко вновь открыл свои ворота ботанический сад. Киевляне очень любили его. К воскресеньям там играл духовой оркестр, как было до войны. И все радовались, что возвращается мирная жизнь. Этот сад называли также университетский, потому что к нему вплотную примыкал главный корпус Киевского университета имени Тараса Шевченко. Украинское отделение филологического факультета этого университета я окончила в 1957 году, и пять лет учебы в нем были очень счастливым временем для меня. Стены университета всегда красили по традиции в красный цвет, потому что еще до революции, после одного студенческого бунта, царь Николай II приказал выкрасить их именно в этот цвет, дабы во все времена бунтащикам стыдно было. Напротив центрального входа в университет стоит в Шевченковском сфере памятник величайшему украинскому поэту. И несмотря на красные стены, студенты университета именно возле этого памятника собирались в доперестроечную эпоху на диссидентский митинг. Если выйдя из университета пойти налево по Владимирской улице, мы вскоре увидим прекрасное здание Киевского академического театра опера и балета имени Тараса Шевченко. Какие великолепные голоса были у Бориса Гмыри, Дмитра Гнатюка, красавицы Евгения Мирошниченко. Я не пропускала ни одной премьеры, благо жила рядом. Особенно любила балеты. Но давайте пойдем дальше по старинной Владимирской. И вот уже перед нами Софийская площадь.